Книга, которую я держу сейчас в руках, уникальный труд. Это издание писем и дневников русского художника Константина Сомова. А ведь этот почти 700-страничный памятник Серебряного века мог и не дойти до нас. Эти бумаги пережили человеческие трагедии, путешествия по миру, смерть, победы и поражения, революции. Сам Константин Сомов умер в 1939 году в Париже, а его письма пережили Великую Отечественную войну в блокадном Ленинграде, в доме его сестры Анны Андреевны. Зимой 1941-го никто не понимал, куда его несет холодное дыхание земли, к жизни или к смерти. Люди были как листья на бетон. Рассказ о жизни любого известного художника – это всегда вымысел реальность, легенда и факты. Поэтому принципом нашего рассказа будет правило «может быть, этого и не было, но это могло бы быть». Говорит, что местные противовоздушные обороны – воздушная тревога, воздушная тревога. Говорит, что местные противовоздушные обороны – воздушная тревога, воздушная тревога, воздушная тревога, воздушная тревога. Говорит, что местные противовоздушные обороны – воздушная тревога, воздушная тревога, воздушная тревога, воздушная тревога. Ну что ты поделываешь, моя булочка? Сегодня воскресенье, солнечный день. И я не знаю, остаться ли дома или пойти вагабандировать. Дома нынче у меня очень приятно. Тепло, мягко, тихо, приятно шипит бульёшка, дымится ароматный чай с иногда оставшейся от утра булочкой. Работа моя не идёт как-то, хотя добросовестно стараюсь сделать как можно лучше. Чем дольше учишься, тем больше видишь, что невозможно выучиться той технике, которую любишь в любимых твоих художников. А проводить часы над раздражительным рисованием некрасивых тел, нелепых пунктов. И это тогда, когда хочется рисовать своё, которое не хочет ждать, и лезет из головы вон в виде разных скурильностей. Не выучился рисовать и писать? Ну что ж, стало быть, и не выучусь. Дом на Екатеринговском проспекте был раньше собственностью дворянского рода Лобановых, из которого происходила мать художника. Старинный Екатеринговский тракт в 1923 году переименовали в улицу имени Римского-Корска. Дом был старый, построили его в 30-х годах 19 века. В доме 37 жила раньше семья Бенуала. Дом 25 – это знаменитый дом проценщицы из романа Достоевского «Преступление и наказание». В доме 65 в начале века жил литовский художник Чур Леонис, а знаменитый гоголевский нос, нос майора Ковалева, установлен уже в наше время на доме 11. Детей было трое – старший Александр, Константин и Анна. Своих брата Сашу и сестру Анну Константин Сомов обожал. Позже, даже живя в эмиграции, художник продолжал писать Анне Андреевне не реже двух раз в неделю, а то и каждый день. Все драмы его жизни, все творческие муки, все удачи и неудачи в живописи – все было в этих письмах. Андрей Иванович Сомов был старшим хранителем Эрмитажа, а мама Надежда Константиновна прекрасно пела, и талант свой передала сыну Косте. Он долго колебался в выборе профессии – предпочесть ли рисование, под влиянием увлечения отца, или музыку, и пойти по стопам мамы. Хотя он и стал художником, а всю жизнь пел в компании, играл на фортепиано, обожал музыку, романсы. Костя учился в гимназии Карла Майя. Знаменитая эта школа стала вотчиной для многих выдающихся художников-ученых – от Бенуа до Бужинских, Рерихов, Римских-Корсаковых, Семеновых-Тяньшанских и до академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Костя сидел за первой партой в одном из четырех рядов в классе. Именно в гимназии он подружился с Шурой Бенуа, Димой Философовым, Вальтером Нувелем. Эту дружбу они пронесли через всю жизнь, через войну и революции, голод и лишения, через творческие схватки, споры, через веселые вечера под фортепиано, через потерю родины и семьи. В детстве Костя был страстно влюблен в знаменитую французскую актрису и красавицу тех лет Жанну Брэнда. Позже она стала кинозвездой и снималась в первых фильмах немого кино. Все школьные тетрадки и обложки учебников Сомова были испещрены ее тонким профилем. Он рисовал уже ребенком, но ни тогда, ни после сам не верил в свой талант. Даже поступив в Академию художеств, он продолжал считать, что непригоден к этой профессии. Академия художеств была в те годы школой, где царили законы строгого академизма, и студентов учили писать в реалистических традициях. Еще не прогремели залпы революционных волнений, еще не было массового террора, голода и разрухи. И художники не спешили убегать в декаданс, романтизм и фантазии. Не было необходимости призывать к разрушению старого искусства, как это делал авангард. Окружающие тем временем начинали признавать талант Кости. Каждое лето он привозил пейзажи и наброски, на которые его вдохновили места возле дачи под Орониенбаумом, Мартышкино. Небольшой пригород, где у многих были деревянные дома с садом. У Кости была своя комнатка, больше похожая на конуру. Окно выходило на запущенный угол сада, где виден был кусок забора. Я ужасно жалею, что у меня характер тяжелый, нудный, мрачный. Я бы хотел быть веселым, легким, чтоб все было морем по колено, влюбчивым и сорвиголовой. Только таким людям весело, интересно и не страшно жить. Именно в Мартышкино на даче были созданы не только сельские пейзажи, но и рисунки, навеянные любимыми сказками Гоффмана и временем бабушек и дедушек. Именно там и тогда, и после созданы знаменитые этюды Сомова с натурой и многие портреты, в том числе портрет сестры Анны Андреевны у Калитки. Это была одна из первых работ, вызвавших откровенное восхищение друзей. Она стала шагом на длинном пути завоевания большой славы. Вот и у нас зима. Третьего дня проснулись в семь часов. И представь себе, весь пейзаж зимний. Вся земля, крыши под густым снегом, на деревьях ини. Было страшно красиво. Точно какой-то первосортный голландский пейзаж. Небо бледно-розовое, а все остальное сиренево-голубое. Но в восемь часов показалось солнце. Все стало таять. Везде бриллиантовые капли. Показалось опять трава, стало тепло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Центром свободного искусства, безусловно, в глазах подрастающего поколения молодых художников была Европа и особенно Париж. Именно туда Сомов начнет ездить довольно часто. Там будет находить вдохновение. И именно там будет тосковать по родным русским пейзажам, природе, солнцу и теплой душевности людей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Имя Сергея Дягилева все помнят и сегодня. В наши дни его можно увидеть на афишах, в сборниках статей, в анонсах громких премьер театра и балета, даже в названиях салонов и ресторанов по всему миру. Это полностью соответствует неотъемлемому свойству его таланта, тому, что сейчас называют умением пиариться. Именно Дягилев начинает издавать журнал «Мир искусства», и он в итоге возглавит все это художественное движение. Дягилев организует выставки европейских художников в Москве и Петербурге, а российских везет в Европу. Работа кипит, творческий почерк формируется, шумный успех не заставляет себя ждать. Москва и Петербург, а позже и вся Европа — у ног русского искусства. Мой драгоценный брат скончался 19 мая. «После трех месяцев тяжелых страданий. Сообщаю вам об этом, зная, что вы добры и будете сочувствовать мне в моем великом горе, и зная, что вам, мой милый незабвенный брат, был очень симпатичен. Его все решительно любили, а я в нем потерял самого дорогого человека на свете». Отец Сомова пережил Александра на шесть лет. Он скончался в 1909 году, похороненный рядом, на Новодевичьем кладбище Петербурга. Но в жизни все так устроено, когда что-то отнимают, где-то обязательно открывается другая дверь. В 1910 году Сомов встречает человека, который станет для него главным во второй половине жизни в России и в эмиграции. Мефодий Лукьянов был натурщиком. На протяжении многих лет именно он будет самым близким человеком, другом, товарищем, который всегда рядом. Вел хозяйство, заботился о Сомове, устраивал выставки, критиковал, одобрял, поддерживал. Сестра Сомова вышла замуж за колечесского асессора Сергея Михайлова. У них родились мальчики Дмитрий и Евгений. Евгений был очень привязан к художнику, помогал ему в работе, позировал. В июле 1941 Евгения Сергеевича арестовали. Все письма Сомова, написанные во второй половине 30-х годов, были найдены при обыске и сожжены в НКВД. Милый и драгоценный Антиной Зачем мрачить мысли, что мы не увидимся? Что осень принесет вам какую-то беду? Я уверен, что мы все, любящие друг друга, проведем следующую зиму так же фантастично, дружно и весело, как и эту весну, которую вы так хвалите. Я, наверное, не счастливее вас, я очень грустен, в моей жизни много неисправимого и навсегда ушедшего. И все-таки я не хочу сдаваться. Портрет поэта Михаила Кузьмина вышел удачным, может быть, из-за недолгой близкой дружбы. Легенда гласит, что перед тем, как начать писать Блока, Сомов вводил его по самым мрачным и отвратительным притонам и забегаловкам, как будто добиваясь в поэте некоего сомномбулического состояния, проявления каких-то скрытых, нездоровых инстинктов и сил. То, что произошло с портретом Блока, можно назвать скандалом. Александр Блок, предмет бесконечного обожания целого поколения, и показать его вялым, мрачным и инфернальным субъектам уже означало бросить вызов всему обществу. Высказывания современников пестрели фразами «дешевая упадочная стилизация», «истерическая впадина под глазом» и «красные, как у вампира, губы». «Классическое мертвое лицо», – написал Бунин. Едва ли художник сознательно вознамерился поссориться со всей художественной общественностью и еще более широким кругом поклонников Блока. Просто в картине победила понятная ему одному правда о поэте. Один-другой портрет, написанный с известных и влиятельных персон, и Сомов на расхват. В погоне за длинным рублем он даже отправляется в купеческую богатую Москву, где заказы сыпались на него, как из рога изобилия. Работы имели успех, но ему, как правило, не нравится ни натура, ни результат. Для художника это был замкнутый круг. Чем дороже стоят его работы, чем больше он востребован, тем сильнее ужас у него в душе. Страх и неуверенность в себе, ощущение собственной ничтожности, будто парализует его, и каждый раз работа дается все труднее. Сомов в тупике. Дорогая моя Анюточка, был в ложе Носовой. Одета она была умопомрачительно. Голубое яркое атласное платье, вышитое шелками перламутровых цветов, с розовыми тюлевыми плечами, ривьера с длинными висячими концами, из бриллиантовых больших трефлей, соединенных бриллиантами. «Если бы я удачно работал, то победить Москву мне ничего не стоило бы. Заказы мне уже и теперь предлагают, и все тузовые. Четыре тысячи, десять тысячи и тому подобное. Я лисица и виноград». Сомов как будто бы опоздал родиться. Мощный талант живописца не укладывается в это мелкое время. Душа хочет цельности, чистых, сильных характеров, а вокруг мелочность, дешевый эгоизм, власть денег и безвкусицы. Но по злой иронии судьбы, именно в это время и благодаря портретам Сомов становится по-настоящему модным, востребованным и очень дорогим художником. Таких гонораров у него уже не будет никогда. И именно в это время конфликт между двумя «я» художника, между идеальным и реальным, становится особенно острым. Никто из тех, кто писал или говорил обо мне и разбирал мое искусство, не объяснил верно сущности его. Шура Бенуа говорил, что я люблю некрасивых женщин и влекусь к ним, или еще, что я смеюсь над женщинами зло и обидно, или что я поэтизирую некрасавица. Один умный Валечка, а ну вяль, каким-то образом лучше всех других меня знает, угадал меня. Женщины на моих картинах томятся, выражение любви на их лицах, грусть или похотливость, отражение меня самого, моей души. А их ломанные позы, нарочно их уродство, насмешка над самим собой и в то же время над противной моему естеству вечной женственностью. Это протест, досада, что я сам во многом такой же, как они. Революцию Сомов встретил с радостью, и даже пришедшие следом лишения, голод, разруха и война не поколебали его веры в ее очистительную силу. Вскоре его квартира станет государственной, потом его и вовсе выселят из нее. Но власти выдали ему освобождение от трудовой повинности, охранную грамоту на все его картины и предметы коллекции. Я потому не могу всей душой, а главное, каким-нибудь делом отдаться революционному движению, охватившему Россию, что я прежде всего безумно влюблен в красоту и ей хочу служить. Насколько я могу выйти из моего «я», я восхищаюсь каждой новой победой революции, не сомневаясь в ее добре, зная, что она выведет нас не в пропасть, а к жизни. В 1923 году Сомов отправляется с выставкой русского искусства в Америку. Поначалу пессимизм, уныние и жалобы. Цели выставки сугубо коммерческие, главное выгодно продать работы. Но путешественников ждет горькое разочарование. Это совсем не то, что нужно практичным и лишенным глубоких культурных корней американцам. Искусство здесь стоит в разы дешевле, чем в Европе и даже в России. А интерес к русскому искусству проявляют лишь фанатики большевизма и эмигранты. Фактически это провал. Всю неделю мы в большом огорчении. В Нью-Йорк Таймс на первой странице появилась для нас враждебная статья, наполненная клеветой. А заглавлена она была приблизительно так. Русские художники ехали за американским золотом, но остались в долгах. Зло, нанесенное Таймсом, очень велико. Американцы не выносят ни успеха. А мы теперь имеем репутацию обанкротившихся. Но потом настроение художника меняется. Ему приходится взять руководство выставкой на себя. Преодолевая трудности, удается уйти от краха и фактически спасти лицо выставки. Появляется круг общения. Главным образом новые знакомые, такие как семья композитора Сергея Рахманинова. Там Сомов проводит свои лучшие часы. Портрет дочери Рахманинова Татьяны становится важным событием в жизни художника. Как всегда, портрет не нравится автору, но зато все остальные тоже, как всегда, в восторге. Появляются заказы, возможность отложить деньги впрок. В поисках работы и заказов Сомов отправляется во Францию вместе с семьей Рахманинова. Он пишет официальный рекламный портрет Сергея Васильевича для фирмы-производителя фортепиано «Стенвей». Параллельно с восторгом занят оформлением новой квартиры для дочерей композитора. Он будто летает на крыльях. Редкий случай. Ему все нравится. Люди, погода. Все вызывает восторг и вдохновение. Танечка, дочь Рахманинова, замечательно милая девушка, с душой неудовлетворенной, с капризами необидными, метущаяся, не знающая, куда себя деть, недовольная собой и своей наружностью, боготворит отца и на него молится. Я как-то умею влиять на ее психологию, и со мной ей весело. Даже при своей замкнутости она со мной откровенна. Пожалуй, ты вздумаешь, что я влюблен. Любовь и вдохновение чередуются с потерями. И вскоре Константину Андреевичу предстояло пережить последнюю из них. Мефодий Лукьянов, вечный миф, умирает у Сомова на руках. Возможно, страдания и потери действительно делают нас и мудрее, и нежнее. Ну, как бы там ни было, обосновавшись в конце жизни во Франции, Сомов, как художник, наконец, будто выходит на прямую дорогу. Стала ли потеря Родины одной из тяжелых потерь? Людям искусства легче, чем другим, пережить такие утраты. Ведь они, как никто, умеют сохранить любимые образы навсегда в своем сердце. И Сомов, и друзья его художники, Бенуа, Добужинский, Бакст, Серебрякова, все они тоже были, как листья на ветру. Вот они, часть большой страны, большой культуры, полной жизни и цветения. А вот они, те же листья, но оторванные от дерева, от спасительных корней. Жизнь разметала их по городам и весям. И возврата к прошлому уже не было. Сомов делает серию иллюстраций к фривольным романам Дафнис и Хлоя и Манон Леско. Но это уже не тот эротизм, что был в книге Маркизы. Хотя, все та же тоска по настоящей любви. Новый бессменный натурщик Борис Снежковский Сначала позирует как Дафнис, потом становится героем еще нескольких работ. Постепенно, мучивший художника всю жизнь конфликт между любовью к аллегориям и любовью к материалу, именно тогда сошел на нет. Реальность победила. Хочу тебе сказать, Анюточка, ты не можешь себе представить, насколько к шестидесяти годам дозрел, насколько я стал совершеннее во всех отношениях. Когда я вижу снимки с моих старинных вещей, мне делается и смешно, что это считалось хорошим. Все эти дамы в кринолинах, человечки без костей, все это отсебятина и дилетантство, ужасающие, мертвые, безвкусные портреты. Я удивляюсь и жалею о потерянном времени. Вот, дитя мое, грустные мысли о загубленных годах и о неисполненном долге. И странно, тогда я имел успех, меня хвалили, возносили. А теперь у меня никого нет, если не считать двух-трех ярых поклонников. Он ушел тихо и незаметно, в один миг. Как будто неведомые силы перенесли его из мира живых в мир классиков. Чьи творения теперь уже? Головная боль аукционистов и коллекционеров по всему миру. Огромный архив Сомова остался у его душеприказчика и мецената Михаила Брайкевича, который на протяжении почти всей жизни покупал его работу. Сестра Сомова, Анна Андреевна, пережила блокаду и скончалась в 1945 году. Уже после смерти Анны Андреевны, ее сын Евгений Сергеевич передал архив Константина Сомова русскому музею. История писем имеет свое продолжение. В 60-х годах прошлого века государство выкупило у семьи Михаила Брайкевича другую часть архива. Старший хранитель архивного отдела русского музея Элеонора Гольдберг-Вержбицкая занималась письмами художника. Именно благодаря ее работе мы знаем, о ком и о чем в них идет речь. Ей помогали сотрудницы музея Юлия Подкопаева и Анастасия Свешникова. Эта работа заняла несколько лет. Перед самой публикацией книги семья Элеонора Петровны уезжала в эмиграцию. И издать итог многолетнего труда стало невозможно. Решение было очень трудным. Чтобы спасти свой труд, она заявила, что ее вклад в работу ничтожно мал. И она не имеет морального права ставить на сборнике свою фамилию. Письма Сомова были изданы. Книга стала одним из самых замечательных памятников Серебряного века. Привезенные при Петре Первом из пустыни Египта в дождливую северную Венецию посланцы прошлых эпох равнодушно взирают на нашу суету. Эти двери со времен Кости Сомова и Шуры Бенуа выпустили не одно поколение мастеров. Многие из них и ныне слава современного искусства. Но для этих каменных изваяний жизнь одного человека с ее драмами и трагедиями, расставаниями, вечной любовью и горем всего лишь миг, который ничем и не запомнился. Они стояли здесь задолго до нас и будут стоять еще целую вечность. И возьмут с собой в вечность только то, что сможет, как они сами, преодолеть время. Что это? Это великое искусство. Бесценные, бессмертные картины, рожденные в муках и лишениях, в счастье и любви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok